Музыка Когда мы идем в гости, мы определенно знаем, как нужно себя вести, чтобы не обидеть хозяев дома. Когда мы идем в церковь, мы тоже своего рода идем в гости. В гости, но уже в Дом Божий. К сожалению, не все из нас регулярно посещают богослужения, а потому, придя на службу, невольно мы совершаем некоторые ошибки. Как же правильно нужно вести себя в храме на богослужении, мы расскажем вам в этом выпуске программы «Простые истины». Владимир, вы уже очень много лет в храме Рождества Пресвятой Богородицы служите по наморю. А вот расскажите, пожалуйста, как же все-таки следует верующему человеку вести себя в храме на богослужении? Какие есть правила? Я благодарен Господу, который провел меня в этом месте. Сам я тоже не знал, как себя вести в этом месте, но помогло мне в этом и всем нам поможет в этом изучение такой вот брошюрки, как «Азы православия». В этой брошюре очень подробно и доступно описано, как вести себя в храме. Но прежде всего, когда человек благовейно вошел в место, которое является Домом Божьим, а для нас это больницей для души телес наших, прежде всего нужно положить поясной поклон, если это не пост, если это великий пост, то ложатся три земных поклона. Эти поклоны ложатся с небольшой молитвой. Первая молитва – это молитва мытаря «Боже, милостив, буди мне грешным». Вторая молитва – это «Господи, очисти мя грешного и помилуй мя». И третья молитва – это «Создава мя Господи, прости мя грешного». Когда мы вошли во храм, то, собственно, сразу нужно подойти к иконе праздничной, которая лежит на аналоге посреди храма, и, положив два поясных поклона и облабызал эту икону, причем облабызал нижний край иконы, то есть ноги изображения на этой иконе, или в лосы Спасителя, или в лосы Иоанна Крестителя, главы Иоанна Крестителя. Затем, отступив шах на жах, снова мы делаем поясной поклон. Так мы подходим ко всем православным иконам в любом случае. В случае, когда мы вошли в храм, также мы подойдем к иконе Спасителя, справа от нас, и к иконе Богородицы, которая слева от царских врат. Нежелательно пересекать пространство между аналоем, который стоит посреди храма, и царскими вратами, потому что эта территория, в общем-то, предназначена для того, чтобы, для передвижения церковных служителей. Но все-таки, когда не происходит служба, и мы проходим там, то нужно проходить с поклоном поясным в сторону царских врат. Затем мы подходим, опять же, благовенно, тихо, без резких телодвижений, тем более, без громкого разговора к кассе, и заказываем там или свечи, или записки. То есть, заказываем бескровную жертву, литургию, сороковусты, то есть, все то, что мы задумали заказать в служении в этом храме. Если это мы делаем до службы, то это никому не мешает. Если мы пришли, так уже получилось, что идет служба, значит, нужно смотреть по тому, какой момент службы идет. Если вы пришли, и идет чтение шестопсалмия, это на утренний, или читается Евангелие на литургии, или выносится из алтаря чаша святой потир, значит, в это время нужно не двигаться, потом тихонечко подойти к кассе и, опять же, шепотом заказать все, что нужно. Свечи в этот момент, когда уже идет служба, желательно не ставить к иконам, не передвигаясь, можно просто передать с просьбой поставить потом. Те люди, которые обслуживают подсвечник, они сделают это вместо вас. Святые отцы говорят, что наша жертва Богу в виде свечи, она уже поставлена в тот момент, когда человек подумал об этой свече. И этому человеку просто нужно физически это осуществить. Но свеча ваша уже горит. И Господу в данный момент, то есть в момент, когда уже идет служба, более приятно не жертва ваша в виде свечи, а милостыня ваша в виде сердца сокрушенного. И ощущение своей греховности и благоговения пред Господом. Это более приятно Господу, а не то, что вы поставите сами, лично свечу ему. Раньше мужчины всегда стояли с правой стороны храма, а женщины – с левой. А вот сейчас это правило выполняется в храмах? Эта традиция четко соблюдается в монастырях. Но и в обычных приходских храмах тоже следовательно нужно следовать этой традиции, потому что в церкви все должно быть по благочестию. А раз это установлено древними правилами, значит и мы должны следовать этим правилам. Ко всем таинствам мы подходим с правого от нас стороны. И вот получается, что как раз мужчины оказываются первыми по очереди. Вот даже вот это, будем так сказать, обстоятельство уже говорит о том, что желательно этого соблюдать. Но, опять же, в храм приходят семьи, поэтому все это соблюдается по мере, будем так сказать, возможности. Господь никогда не требует с нас четкого исполнения, хотя оно желательно. Но Господь всегда снисходит к нашей слабости. Владимир, а вот есть выражение, говорящему в храме посылаются скорби. А вот что это обозначает? Это выражение было сказано преподобным Амросием Оптинским. Что оно из себя представляет? Это то, что если человек в храме допускает разговоры, которые не в тему церковную, а просто обсуждает погоду, очень рад встретить знакомую или знакомого, или совершенно не относящаяся к службе в данный момент, то этот человек, который пришел в храм получить благодать Духа Святого на решение своих житейских проблем, он просто не получает той благодати, которую должен был бы получить. И своим таким поведением оскорбляет благодать Духа Святого. Итог неполучения того, что он хотел получить, это уже скорбь. Но и для того, чтобы человек учился вести себя правильно, могут быть даже сугубые скорби, которые могут выразиться даже в том, что человек может немножечко перестать даже разговаривать. В храм приходят люди пожилого возраста, которые в силу обстоятельств не всегда могут выстоять все богослужения. Вот в какие моменты можно им присесть, а в какие нужно непременно стоять? Опять же, здесь вы с ним витязь камни, и увидите, что здесь они у нас присутствуют. Святитель Филарет Дроздов в свое время сказал, что лучше сидя думать о Боге, чем стоя о ногах. Это говорит о том, что если человек пожилой или наоборот, это даже молодой человек будет, но у него состояние болезненное, можно присесть. Только во время чтения Евангелия человек должен преодолеть себя и постоять. Во время выноса чаши и во время причастия человек тоже должен стоять. Если он не сможет стоять, он может выйти и посидеть на улице. Во время литургии, если Клирос будет петь «Милость мира» до возгласа батюшки и в первых помянях Господи, вот в этот случай, но это опять же, если человек знает уже службу, если он не знает службы, то ориентироваться, опять же, по чтению Евангелия, это открыты будут царские врата, и человек поймет, что священник читает Евангелие. Во время богослужения люди благодаря Господу становятся на колени. Всем ли необходимо так поступать? В церкви Божьей и во время богослужения все делается по уставу. И в том числе и коленопроклонение тоже делается по уставу святых отцов. И тут вот так вот. В воскресенье, воскресенье, это коленопроклонение запрещено святыми отцами. И запрещено коленопроклонение от Пасхи до Пятидесятницы. И также от Рождества и до Богоявления, до Крещения. Человек может об этом не знать. Существуют особые коленопроклоненные молитвы. Вот когда священник отлашает это, что преклонил колено Господу по молнице, вот тогда человек должен становиться. Но если это будет новоначальный, он может просто посмотреть, если все не один человек, а все вокруг встали на колени, то он тоже должен встать на колени. Если человек подготовился и собрался причаститься, нужно ли ему прикладываться до этого к святыням в храме? Ведь он, когда входит в храм, он же прикладывается к иконам. Этого достаточно. В правилах подхождения к святой чаше сказано о том, что человек должен совершить коленопроклоненный поклон, вот, земной поклон. Также сложить руки крестообразно на груди, правая рука сверху, и благовейно, тихонько подойти к чаше. О том, что целовать при этом икону или не целовать, правил четких нет. А вот кто должен подходить первый к причастию? По святым отцам первыми к причастию подходят служащие алтаря. Но в данном случае это панамарий, потому что им нужно нести свое послушание. Вот он причащается и уходит нести послушание свое. После причащаются монахи или монахини, которые на тот момент могут присутствовать в храме. После них причащаются детки на руках, которые подносят мамы. Затем юноши, дальше подходят мужчины, затем женщины. Вот такой порядок причастия по очередности. Бывают моменты, когда человек не остается до окончания богослужения. Мамочка причастила ребенка и увела его. Вот насколько такие поступки правильные? Одному из святых отцов было видение, что когда люди, подходя к освященнику и целуя его крест, это отпуст так называемый на литургии, то ангел Господень помечал этих людей крестиком. Всех. Даже те, которые пришли за пять минут до окончания литургии. Но те же люди, которые именно за эти пять минут, отстояв всю литургию, но ушли, крестика этого не получали. Нужно, пройдя на литургию, отстоять ее до конца. Если же человек не может этого сделать по своим физическим недомоганию или, опять же, вот детки, то для деток священник иногда выносит крест особо. Но, опять же, если вы уже пришли на литургию, то, поверьте, Господь всегда даст вам силы, в том числе и физические, чтобы вы смогли поцеловать крест. Владимир, я искренне хочу поблагодарить вас за нашу беседу, за ваши ответы. Они были очень интересны и очень полезны для наших телезрителей. Спасибо вас, Господи! Всего слава Божьей! И за все благодарим Господу! Субтитры создавал DimaTorzok